День неизвестного солдата День неизвестного солдата День неизвестного солдата День неизвестного солдата И на этом мемориале появились, мне кажется, прекрасные слова, которые предложил, кстати говоря, Сергей Михалков, автор гимна и России, и Советского Союза Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен И действительно, вот это девиз этого дня, девиз этой памятной даты Есть еще одна очень важная, хорошая фраза, которую тоже можно считать девизом именно в этот день Война не окончена, пока не похоронен последний солдат Потому что именно в этот день еще вахта памяти, которую ведут наши поисковики везде по всей России И в Севастополе это движение тоже очень активно развивается Этот день они считают тоже таким своим днем, днем подведения итога вахты памяти, которая длится в течение всего года Потому что они находят имена неизвестных солдат, возвращают, вернее, этим солдатам имена И действительно выполняют очень важную, очень ответственную, я бы сказала, миссию для нас, для потомков В этот день, мы вот уже в четвертый раз в этом году будем проводить воинский ритуал, возложение цветов Будет, конечно же, именно это молчание Ну, мы всегда стараемся в этот день что-то еще такое привнести Какой-то такой элемент эмоциональной выразительности, да, для того, чтобы ребятам было как бы вот проще проникнуться этими мыслями, этими идеями Которые, в общем-то, заложены во всех этих памятных датах России Но в этом году почему-то так подумали и решили, что, пожалуй, мы сделаем вот так четко по-военному То есть мы проведем ритуал возложения венков, цветов Мы, конечно же, минуту молчания посвятим всем погибшим Ну и хочу сказать, что в Севастополе есть еще такая особенность Мы когда готовились впервые к этому празднику в 2014 году, прочитали все документы основополагающие Вот что, в общем-то, для чего этот день будет праздноваться, как он будет проходить И вот нам понравилась одна такая фраза, что этот день в память о всех неизвестных солдатах И о всех погибших на войнах во все времена Севастополь – это легендарный город, две героические обороны На нашей земле погибло столько сынов Отечества, как, в общем-то, наверное, нигде И мы в этот день решили чтить память не только неизвестных солдат Великой Отечественной войны Но и времен Крымской войны, ну и в том числе солдат необъявленных войн Например, это Афганская война, это Боевое братство То есть помогают нам в этом реконструкторы И в этот день мы приглашаем всегда реконструкторов в форме времен Первой обороны Севастополя Великой Отечественной войны и воинского братства То есть это все военные конфликты и необъявленные войны Они приходят все в форме, со своими знаменами, со своими знаками отличия И вот в минуту молчания опускаются знамена, наклоняются в знак памяти Обо всех невернувшихся с этих страшных войн Поэтому вот такая вот, я считаю, особенность именно вот этого дня Этой памятной даты у нас в Севастополе – ритуала Вот то, как мы его делаем у нас на мемориале А проходит все это у мемориальной стены В честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов Где горит вечный огонь в памяти всех невернувшихся с войны Где стоит пост номер один Кстати, я хотела бы по поводу поста номер один Я знаю, что и у поста номер один тоже юбилей предстоящий Будет 45 лет Пост номер один, да Мы вот говорим сейчас уже так, что это пост номер один Это наша уже севастопольская достопримечательность Вот такая же, как графская пристань, как памятник сдопленным кораблям Потому что 45 лет севастопольские школьники Заступают на пост номер один, пост памяти И мы его так и называем Пост гордости, пост верности, пост чести, пост мужества И еще такая фраза вот есть, мы говорим Первый навсегда Он первый навсегда остается в нашем городе И появился он 45 лет назад, в 1973 году, 9 мая Заступили на вахту тогда учащиеся 44-й школы Это было почетное право Они выиграли в тот год зорницу Военно-спортивную игру И вот им предоставили такое право Эти ребята до сих пор, в общем-то, актив Актив поста номер один Они всегда по первому зову приходят Рассказывают ребятам, как происходило вот это торжественное событие Когда появился пост И, кстати, говорят вот такие удивительные вещи Во-первых, говорит, на открытии этого поста Тогда собрался, ну, такое ощущение было, что весь город пришел То есть просто вся площадь и перед мемориалом И Нахимова была заполнена людьми, с цветами Которые пришли вот на это замечательное событие Открытие поста номер один И когда было объявлено ментомолчание То вот все присутствующие, все опустились на колено И вот эта вот площадь с людьми, которые опустились на колено И преклонили голову перед... Ну, тогда еще, кстати, не было вечного огня Он появился позже, в 99-м году был зажжен вечный огонь у мемориала Ну, вот это было очень трогательно и памятно Вот ребята, эти постовцы, они говорят, мы еле пережили Говорят, вот этот час, во-первых, было столько цветов на площади Они же меняются, вот каждые полчаса ребята меняются Потому что, ну, тяжело действительно стоять с оружием Кстати говоря, у нас автоматы, тяжелые автоматы И тоже своя история есть по поводу автоматов Когда-то Калашников узнал о том, что есть такой замечательный пост В городе Герой Севастополя И увидел, что ребята, ну, увидел фотографии В записи, увидел, значит, трансляцию Что они стоят с деревянными автоматами И он распорядился изготовить для севастопольского поста номер один Специально автоматы, ну, вот абсолютная копия автомата Калашникова Ну, они тяжелые, то есть действительно такой, ну, копия Ну, это там только что-то просверлено, чтобы он не смог быть боевым Вообще-то говоря, в общем-то, это такой, ну, настоящий автомат И вот были переданы нашим ребятам И они практически вот до позапрошлого года стояли именно с теми автоматами А вот уже с позапрошлого года у нас новая модель этого автомата Но опять же концерном Калашникова подарено для поста номер один Елена Верина, ведь пост номер один в городе Севастополь Это, по-моему, единственный пост, который остался именно в первозданном том виде И как он подлежал изменению Это тоже вот то, чем мы гордимся И то, о чем мы всегда нашим постовцам говорим и подчеркиваем Что в 73-м году по Советскому Союзу было открыто на тот момент Они открывались не только в 73-м, они открывались гораздо раньше Но вот постепенно как бы появлялись, появлялись, появлялись В 73-м году открылся наш, вот в Советском Союзе их было 152 Вообще всего было 152 Вот сегодня мы, да, мы с гордостью говорим, что почти все они Большая часть закрылись, какие-то сохранились еще Но они претерпели изменения То есть либо они выставляются по праздничным каким-то датам Либо они работают, но в другом каком-то режиме, формате Вот наш севастопольский пост номер один в 45 лет Вот как он открылся, как появился, выработан был Определенный ритуал, правила, как он работает Вот так он и работает по сегодняшний день И мы этим гордимся Скажите, а когда он будет по-особенному отмечаться? Конечно, это будет большое торжество Потому что, ну, представьте, мы как-то вот проводили Такое небольшое исследование, да И выяснили, что каждый пятый севастополец Нес вахту на посту номер один То есть это праздник города нашего героя И даже я слышала космонавт наш И даже космонавт, мы тоже гордимся, да Что в списке наших постовцев почетных, да Те, кто нес когда-то вахту на посту номер один Есть и космонавт, который вот уже был дважды Шкаплеров Антон, который дважды уже был на космической Как она называется, этой станции, да Причем он был командиром экипажа И вот сейчас вот готовится к очередному своему полету в космос И приходит он, когда бываете в Астополе Мы рады, что он приходит и к постовцам И, конечно, им очень интересно Мы всегда ставим пример, что, понимаете, ребята Вот пост, пост, это такой трамплин в жизни, да Лифт, как вот сейчас говорят Когда действительно можно поставить Какую-то цель для себя, да И многие постовцы, кстати говоря, отмечают Что именно вот находясь на посту Они как-то переоценивают вот свои жизненные приоритеты, ценности И для многих это действительно становится, может быть, каким-то толчком Для выбора Это большая честь И мы всегда это подчеркиваем И ребятам говорим Собственно, это так и есть Это отбор идет То есть на пост приходят лучшие ребята Которые показывают достижения какие-то и в учебе И в военной подготовке И это, как правило, самые активные ребята в школе То есть они участники всевозможных школьных дел и мероприятий Ну, это серьезные ребята, которым можно доверить, в общем-то, такую честь Это же честь, ведь Понимаете, что, вот я уже говорю, это наша достопримечательность Это не просто место, куда приходят экскурсии Хотя это важно На них смотрят и гости города Но это место, куда несут цветы всех, кто приезжает в наш город Да, и премьер-министры, и президенты И какие-то почетные гости Просто, я говорю, гости Просто севастопольцы, которые приходят Я очень часто так наблюдаю, что приходят Вот как бы несколько поколений севастопольцев Вот родители, дети и внуки маленькие Вот что-то там бабушки, дедушки Или там родители вот подходят к вечному огню Подводят этих малышат Что-то им рассказывают А, кстати, вот по поводу патриотизма малышей Хотелось бы У нас, к сожалению, очень мало времени осталось Мы не сказали еще о самом главном В том числе о том, что 50 лет было рубеж, военный рубеж Да, это вот наша Опять севастопольская традиция многолетняя Да, вот что такое Севастополь Почему мы, так сказать, вот две обороны Уже и три, как бы мы говорим, обороны Севастополь выдержал И предстоящий фестиваль будет Да, то есть 50 лет военно-спортивная игра «Рубеж» Эта игра появилась у нас тогда же, в тот же год Когда появилась игра «Зарница» Всесоюзная тогда она была Но затем она, как через какой-то определенный период Когда распался Севастопольский союз Эта игра прекратила свое существование Только вот теперь она возрождается А у нас рубеж, как открылся 50 лет назад Так вот, 50 лет под своими знаменами Патриотов города-героя Севастополя И собирает И, в общем-то, мы уже, как мы говорим В строю у нас уже стоят внуки первых рубежовцев Ты, Юрина, буквально на минутку Если рассказать про фестиваль, который будет военно-патриотический Фестиваль, да Центр военно-патриотического воспитания Уже восьмой год в этом году Вот уже тоже, видите, для фестиваля Это тоже, в общем-то, солидный срок Уже восьмой год Проводит фестиваль детского и юношеского творчества Верность отцам, верность отчизне Фестиваль, который длится на протяжении четырех месяцев Вот он стартует в ноябре И где-то в конце апреля мы его завершаем Несколько проектов включает в себя этот фестиваль Это и конкурс рисунка, и конкурс инсценированной песни Это самый массовый Потому что детки, садик, садик Детки будут рисовать И мы каждый год, как говорится, какие-то вновшества стараемся вносить Расширили географию, возрастной, как говорится, предел В этом году у нас включаются в программу еще и детские сады Которые будут принимать участие в конкурсе рисунка И в конкурсе инсценированной песни И школьники, студенты, техникумов, училищ и вузов Также принимают участие в нашем фестивале Большое количество, более двух тысяч ребят Участвуют в нашем фестивале Очень много проектов, интересных проектов Например, вот есть такой проект, который посвящен То есть селфи Мы делаем как бы селфи Это может быть индивидуальная такая вот фотография Это может быть команда, это может быть группа ребят На фоне каких-то памятных для них мест Севастополя То есть так будет рассказывать Мой Севастополь, что для них этот город-герой Севастополь И вы знаете, с небольшой аннотацией Что это, почему именно вот в этом месте вы сфотографировались На фоне этого памятника или памятного места И так интересно ребята описывают Вот даже вплоть до того, что какая-то школа Причем у нас принимают участие на первых этапах районных Все школы города и учебные заведения Уже там финал выходит, естественно, на самые лучшие Так вот и дальние школы, в том числе и сельские школы принимают участие Вот одна из каких-то дальних пригородных школ Ребята, она сейчас фотографировалась на фоне какой-то вот горы И описали, почему, что такое для них эта вершина Они говорят, это вершина, очень важная для нас Мы приходим в первый класс И первая наша фотография нашего класса Она вот у них так устроена, школа-двор Что как бы получается, что на фоне этой вершины мы фотографируемся Затем там в какой-то период, значит, вот своего взросления Мы поднимаемся на эту вершину, вот покоряем ее Там подвигаем флаг там своего класса, своей школы Выпускной вечер мы тоже, значит, фотографируемся на фоне этой вершины То есть это наша вершина, которую мы в течение 10-11 лет покоряем Ну то есть вот находят ребята какие-то даже такие вещи, конечно, и известные памятные места, как правило, на этих фотографиях, но нам важна именно их история, почему вот именно так они сфотографировались, именно в этом месте. Мне кажется, наша молодежь, особенно та, которая живет в нашем герое, в городе Героя Севастополя, она уже, несмотря на все мероприятия, но они уже рождаются с вот этой вот патриотической ноткой. И спасибо большое, что вы поддерживаете, что вы воспитываете, и вот мы встречаемся по таким поводам здесь, в нашей студии. К сожалению, наше время подошло к концу, и я благодарю вас за то, что вы пришли к нам. Спасибо. Спасибо вам. А я напоминаю вам, что сегодня у нас в студии была Елена Юрьевна, педагог-организатор Центра военно-патриотического воспитания учащихся молодежи. Оставайтесь с нами, это была программа «Время Х», до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»